Спонсор выпуска издательство Geminot Игра, подготовленная для двух игроков И первое, на что я хочу обратить внимание Это на то, как используется коробка от игры Верхняя ее крышка будет представлять из себя поле На котором вы будете разграблять караваны Да-да, здесь должна быть, конечно же, шутка Про разграбление караванов И кто-то два года ждал эту игру На планшете для карт приключений Вы увидите уже отпечатанный первый порт И, собственно, колоду приключений В колоде приключений находятся самые разнообразные карты Которыми вы будете пользоваться Исходя из тех ролей, которые вы выберете во время раунда А нижняя крышка используется для подсчета победных очков На ней есть трек победных очков И для хранения различных жетонов Обо всех этих компонентах вы узнаете во время обзора Каждый игрок получает по 7 карт персонажей Они абсолютно одинаковые для всех игроков А также по 3 случайных карты приключений Еще у него в запасе будет 7 кораблей Раунд состоит всего из двух фаз Выбор персонажей и выполнение их действий В фазе выбора персонажей Игроки выбирают из доступных им карт персонажей Одну карту и кладут лицом вниз перед собой И все игроки делают это одновременно После того, как все выбрали себе персонажей Которыми планируют играть Наступает фаза выполнения действий И первый игрок берет вот этот вот планшет Очередности хода И начинает называть по строгой вот этой очередности Персонажей, которые будут действовать Всего в игре 7 персонажей Корабел, губернатор, капитан, абориген, шаман, торговец и картограф И так, например, называем Корабела Ни у кого, к примеру, нет таких карт Дальше губернатор И, к примеру, какой-то игрок выбрал губернатора И тогда он выполняет Переворачивает свою карту И выполняет действия губернатора Если же несколько игроков выбрали одну и ту же карту То первым будет выполнять действия владелец фишки первого игрока Дальше игрок, который находится справа По часовой стрелке за ним И так далее, пока все не выполняют действия Ну а теперь давайте посмотрим подробнее Какие же действия выполняет каждый персонаж Ну что же, начнем по порядку Первый у нас идет Корабел по очереди Выбрав Корабела, вы можете выполнить действия покупка корабля Вы тратите один сундук и покупаете один корабль И так вы можете сделать вплоть до 10 кораблей То есть, можете потратить 10 сундуков и купить сразу 10 кораблей Губернатор Вы берете патент и становитесь Корсаром одной из четырех стран Англии, Франции, Испании или Голландии Вы тут же берете себе флаг этой страны И все свои корабли из запаса бесплатно И при этом тут же получаете черную метку Каждая черная метка отнимает 3 победных очка при подсчете победных очков в конце игры При этом каждый раз, когда караваны вашей страны будут грабить Вы будете получать черную метку В колоде приключений находится по 4 карты караванов каждой страны Запоминайте, какие караваны уже были разграблены Для того, чтобы не получать лишних черных меток Капитан Действие ограбить караван То есть, если у вас на руке из трех карт приключений Есть карты караванов То есть, у меня есть две карты караванов Как раз английских То я могу выбрать капитана И ограбить караван этой страны Возьмем для примера более легкий караван И посмотрим, как происходит действие разграбления караванов Начиная с игрока, который предложил разграбление Каждый игрок по часовой стрелке выделяет нужное количество кораблей Которые он хочет отправить для разграбления Берем два кубика каравана И теперь каждый игрок сам решает, сколько кубиков выделить Итак, белый игрок выделяет три кубика, а зеленый четыре И мы кидаем одновременно кубики всех кораблей вместе с караванами Всех игроков И смотрим на результаты Мы должны теперь посмотреть, какие корабли оказались ближе всего к кораблям караванов И между ними завязывается бой Ну, очевидно, что здесь зеленый кубик ближе всего конкретно к этому кораблю И мы смотрим теперь результаты Чтобы потопить корабль, нужно выкинуть на кубики большее значение Чем у того корабля, который вы собираетесь потопить В данном случае корабль каравана уничтожает корабль зеленого игрока А вот корабль зеленого игрока теперь опять становится ближе всех к кораблю каравана И он уничтожает корабль каравана Дальше смотрим результаты, выпавшие на этих кубиках Ну, потому что белый кубик ближе всего к кубику каравана Тут даже не надо пользоваться линейкой, которой можно пользоваться в спорных случаях И ситуация такая, что эти корабли друг друга топят Потому что у них одинаковое значение Итак, у нас осталось выживших три корабля зеленого игрока И два корабля белого игрока Кстати, за каждый потопленный корабль игроки получают по одному жетону инь-янь И теперь пираты получают добычу Каждый игрок получает карты товаров по количеству выживших кораблей в битве У нас будет два рома и одни фрукты Здесь у нас будет кофе и фрукты Вы можете сбрасывать лишние карты и не загружать свои корабли Вот в данном случае я загрузил свои корабли товарами Просто положил кубик на товар И теперь эти корабли не могут участвовать в дальнейших разграблениях караванов Один корабль может быть загружен одним товаром Всего в игре четыре типа карт добычи Это три вида товаров и талисманы Товары это ром, фрукты и кофе А талисманы сразу же... Они не могут быть загружены в корабли Талисманы сразу же кладутся перед игроком Дают ему жетон и ньянь И в конце игры считаются как одно победное очко Но в дальнейшем игрок может продавать эти товары в портах Далее по очереди идет абориген Если вы выбрали эту карту, вы можете сменить порт, который сейчас активен Но при этом у вас должна соответственно быть карта приключений Вот у меня есть карта приключений порт Я могу выбрать аборигена для того, чтобы сменить порт Порт также изменяет и ценность товара, который вы будете продавать Об этом мы поговорим немножко попозже Дальше по очереди идет шаман Он может насылать различные напасти, которые действуют в основном на всех игроков И при этом в вашей колоде карты приключений Вот у вас три карты приключений Должна быть карта приключений с таким вот значком То есть, допустим, у нас есть вот, например, Кракен Мы можем выбрать шамана и действуем положить эту карту сюда И все игроки будут выполнять то, что обозначено на этой карте Выбрав торговца, вы можете продать товары по ценам, которые вам предлагает текущий порт Как правило, каждая карта товаров стоит один сундук Но есть товары, которые пользуются повышенным спросом в порту Продавая от трех таких товаров, вы будете получать уже по три или по два сундука за каждую карту Соответственно, продавая сейчас три карты фруктов, я получу девять сундуков Разгружаем наши корабли и сбрасываем карты товаров Но помните, когда вы зарабатываете сундуки, вам нужно их охранять Допустим, вы заработали 20 сундуков, 22 И за каждые 10 сундуков вы должны отправить на остров корабли для того, чтобы охранять свои сокровища Вот, допустим, белый игрок у нас получит 12 очков и отправит сюда один корабль И эти корабли не участвуют в разграблении караванов Картограф завершает нашу очередность разыгрывания карт Он находится на последнем седьмом месте И когда вы его выбираете, вы можете взять из колоды карт приключений одну карту приключений В конце раунда, сыграв некоторых персонажей, таких как, например, губернатор или торговец или картограф Вы не сможете забрать их обратно себе в руку Они остаются лежать здесь, пока вы не сыграете других персонажей, обозначенных вот таким значком То есть, например, в трех предыдущих раундах вы сыграли карты корабел, торговец и картограф Вы их не можете забрать себе на руку И в этом раунде вы играете капитана, выполняете его действия И уже теперь забираете все эти карты себе на руку Если какого-то персонажа выбрал только один игрок То он получает от персонажа подарок Например, два жетона инь-янь Или один сундук с золотом Или один бесплатный корабль И так далее Если же вы при этом еще и первый игрок То есть, с фишкой первого игрока То вы получаете подарок в двойном размере Игра заканчивается, когда один из игроков вытягивает карту завершения приключений Он тут же добирает на руку карту приключений И вы доигрываете текущий раунд И дальше доигрываете еще три раунда Отмечая их фишкой последних раундов И далее, когда эта фишка переходит на вот это деление Вы тут же продаете в текущем порту все свои товары И игра заканчивается И вы переходите к подсчету победных очков А формируется колода приключений следующим образом Вы убираете в сторону карту завершения приключений И перемешиваете всю колоду Затем берете четыре верхних карты приключений Кладете на них карту завершения приключений И все остальные карты наверх этих двух стопок Все, колода приключений готова Каждая карта приключений, оставшаяся на руке у игрока Приносит ему черную метку Каждый сундук с золотом приносит одно победное очко Каждая карта талисман приносит игроку одно победное очко Каждые три неиспользованные жетона инь-янь приносят игроку одно победное очко Каждая черная метка отнимает три победных очка И поверьте, у вас их может скопиться очень-очень много Соответственно, игрок, набравший наибольшее количество победных очков, побеждает в игре А теперь я немного расскажу про ритуалы Они выполняются, если вы выбрали персонажа со значком ритуал Если у вас есть свободные при этом жетоны инь-янь То вы можете оплатить стоимость ритуала этими жетонами и его выполнить При этом не обязательно выполнять действия персонажа Но не все персонажи позволяют выполнять ритуалы А начнем мы с ритуала двойной трюм Выбрав этот ритуал и заплатив два жетона инь-янь Вы можете загрузить один свой любой корабль двумя товарами Далее, непотопляемый корабль Один из кораблей, который был потоплен при ограблении каравана Возвращается в распоряжение игрока И стоит это три жетона инь-янь И третий ритуал, для которого не нужны никакие жетоны Это выгодная сделка Игрок продает различные два товара по их ценам в текущем порту За три жетона инь-янь При этом ритуалы можно выполнять в неограниченном количестве Ну а собственно жетоны нужны как раз для того, чтобы обозначать проведенные ритуалы Потому что они являются постоянными, они обладают постоянным эффектом Кроме ритуала выгодная сделка И вы можете загружать уже, например, два корабля двумя товарами Или три корабля возвращать себе после разграбления каравана Что же, в итоге можно сказать об игре Она прекрасно оформлена Это вы могли заметить и на распаковке, которая также есть у нас на канале Что касается самого игрового процесса То здесь, конечно, достаточно много случайностей Начиная от боев на кубиках И заканчивая картами приключений Которые вы случайно тянете из колоды И они же как раз и определяют тех персонажей во многом Которые будут действовать в этом раунде Еще игра вынуждает иногда делать вас те действия, которые вам невыгодны Если у вас есть карта персонажа И вы ее сыграли, но не выполнили действия Вы получите за это черную метку То есть минус три победных очка в конце игры Ну и не забывайте, что это все-таки семейная игра И доля случайностей здесь, наверное, должна присутствовать При этом для кого-то это, повторюсь, даже может быть очень большим плюсом Потому что для кого-то важнее процесс игры, чем победа или поражение в ней Поэтому вам всегда нужно действовать максимально эффективно В той ситуации, которую вам предложила игра Которая сложилась исходя из карт А у меня на сегодня все Всем пока, с любовью, твой игровой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok